Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о помощи Украине. Речь идет о сумме в 61 миллиард долларов. 311 голосов за, 112 против. Семеро конгрессменов от голосования воздержались. Демократы за законопроект о помощи Украине дали 210 голосов и ни одного против. Республиканцы 101 голос за и 112 против. Примечательно, что в зале заседания после принятого решения подняли много украинских флагов. Рассмотрение этого опроса блокировано начиная с октября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и выразил надежду, что в скором времени документ поддержит Сенат, а далее подпишет президент США Джо Байден. Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка. Владимир Зеленский, президент Украины в соцсети Икс. Белый дом ожидает, что поставки вооружения Украине начнутся сразу же после того, как Конгресс США примет законопроект о продлении и финансировании помощи. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Джанпьер во время брифинга. Она добавила, что Соединенные Штаты не позволят Путину выиграть войну против Украины. И помимо законопроекта о помощи Украине, конгрессмены также проголосовали за помощь Израилю на почти 27 миллиардов долларов. Также Палата представителей поддержала законопроект о запрете сервиса ТикТок в Соединенных Штатах, о помощи Тайваню, проголосовали за новые санкции в отношении России и Ирана, и также проголосовали за конфискацию замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины. Теперь принятые законопроекты должен одобрить Сенат Ша. Примещательно, что ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что если Палата представителей одобрит помощь Украине, то Сенат без задержек рассмотрит документы, отложив плановые каникулы. И по последней информации Чак Шумер объявил, что рассмотрение законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, Сенатом Ша запланировано на вторник, 23 апреля. Перед зданием Конгресса США собрались сторонники Украины. Они встречали выходящих из здания конгрессменов и конгрессвумен криками «Спасибо!». Президент США Джо Байден уже призвал Сенат США как можно быстрее одобрить законопроект о помощи Украине, чтобы обеспечить отправку оружия в кратчайшие сроки. В России отреагировали на принятие Палаты представителей США законопроекта о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат, и в случае принятия закона деньги передадут Украине. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что конфискация активов Российской Федерации навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну. А пропагандистка Скобеева написала, что миф о неприкосновенности частной собственности рухнул. Все поправки в законопроект о помощи Украине были отклонены. Всего их было 137 и 135 из них от представителей республиканской партии. В частности, Палата представителей не поддержала поправку, которая бы не позволила Белому дому выделять Украине оружие непосредственно из складов американской армии. Также поправку конгрессвумен Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной. Не поддержали конгрессмены идею Марджери Тейлор Грин, которая хотела, далее цитата, «каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля». Конец цитаты.